друзья я вас приветствую на нашем канале и у нас сегодня наконец-то дождались обзор на тин хай фай c5 я немножечко по выпускал старых обзоров у которые у меня лежали про запас во первых потому что у меня были там насыщенные три недели я и болел у меня и поездка была и день рождения у сына и снимать было чуть-чуть вот некогда и вам больше скажу даже прослушивать было некогда с этой моделька я провел больше двух недель потому что как раз вот время на прослушку обычно мне за неделю я каждый день там по 8 а то и по 12 часов слушаю на работе мне хватает головой уже у меня времени на прослушивание было меньше поэтому как бы это растянулось вот ну и слава богу потому что модель мне принципе понравилось и не только потому что она там как бы светлая или еще какая-то в ней вот есть и класс и изюминка и качество вот все в ней присутствует а звуки мы чуть-чуть позже это вот этот вот да spd динамик квадратный приплюснутый плоский динамик вот который также называют планаром я уже много раз говорил что это по сути есть плана потому что плана это плоский излучатель все вот то есть все обозначение плана поэтому в принципе как бы можно назвать но это не тот планар который мы привыкли видеть это не из-за динамо это вот динамический квадратный spd динамик кстати здесь гибридная модель еще и с арматуркой мы уже видели такие решения мы видели от трен такое решение мы видели от селест такое решение ну я по крайней мере видел у меня лежит но обзор в других обзорах может видели никак руки не доберутся до селест гумиха честно вот но я думаю что в скором времени через пару-тройку недель я наверное это сделаю чтобы закрыть скажем так вот этот вот момент а с вот этими видео с вот этими вот спд динамиками хочется собрать вот у меня четыре модели есть это пандем он это селест гумиха это трн хуанву и вот собственно вот эти вот кин хайфай c5 и подвести итог как бы повод этому излучателю я думаю что к лету я это обязательно вот сделала в начале там или в середине июня месяца кстати я не буду снимать сравнительное видео с этой моделью на это на следующий четверг у меня есть интереснейшее видео там тоже в заначках лежит я его выложу просто ему пришло время увидеть свет и не буду снимать потому что опять-таки если снимать с пандемоном сравнивать или с теми же трен хуанву ну будет как бы немножечко не то будет избиение младенца это и модель как бы она вроде подороже чем те модели она позиционируется так как бы вроде бы как папа посложнее вот со своим особым подходом к кин хайф чат тин хайфай ну в принципе у меня не так много было знакомств с тин хайфаем личных много обзоров их их моделей я читал я так понимаю что вот близко к их не философии звука все и здесь и это такая знаете для меня лично интересная философия звука ладно об этом всем мы сейчас будем говорить посмотрим на комплект поставочки что здесь положили я в распаковке уже это дело показываем так скажем обновим этот момент мы поговорим там о технических характеристиках но прежде я хочу сказать огромнейшее спасибо всем друзьям канала кто донатил нашему желтику на клетку огромное спасибо кто донатит просто вот на канал на развитие есть люди которые вот стараются это делать там раз в неделю раз в две недели вот большое спасибо вот огромная ярослав ну честно в постоянстве это происходит ну и действительно это очень приятно это поддержка это дорогого стоит вот спасибо всем тем кто присылает какие-то объекты на обзоры свои наушники свои источники это тоже как бы бомба этого же я всего купить не могу а так я могу ознакомиться и всю свою аудиторию всех своих зрителей подписчиков ознакомить которым также огромнейшее спасибо за поддержку за лайки за ваши комментарии и спасибо отдельное спонсором канала которые тоже поддерживают таким образом мой контент большое огромное спасибо кстати спонсоры канала могут смотреть видео заранее вот эти вот видео что я сейчас выкладывал до этого адонисы ff3 фиговские вот это видео что на следующий четверг готовлю они все лежат в определенной такой копилочки и да имеют доступ спонсоры канала а потом я это дело все выкладываю уже когда когда этим видео приходит время увидеть свет все главное основное сказал давайте знакомиться поближе друзья брал я эту модельку в официальном магазине кин хай фая на алиэкспресс вот последнее время реально люблю официальные магазины написал сделали скидку все классно пошли на встречу спасибо огромное магазину могу рекомендовать отзывчивый ну то есть приятный магазин и кстати попробуйте тоже если что что-то там брать не обязательно эту модель может что-то другое обязательно пишите как бы привет передавайте с моего канала я думаю что скидку вам обязательно сделают об этом прям такого вот крутого договора нет вот но я думаю что пойдут на встречу мне как бы пошли на встречу вообще нормально и легко и приятный достаточно магазин и так вот такая вот коробочка на коробочке у нас нема технических характеристик не написали ну я вам сейчас по ходу пьесы по ходу как бы повествование все это дело расскажу у нас здесь супер обложка сидит туго вот так снимается и здесь мы получаем почти ту же самую картинку только без лого без потеряли где-то в космосе космонавта да мы видим что у нас здесь название модели c5 и зачем-то указано что это имеет отношение вот какое-то космос ну имеет так имеет нет есть вот легкое ощущение в звуке этих наушниках вот такого вот знаете космического простора если еще в нем бы чуть-чуть атмосферы бы было бы вот вообще бы эти наушники бы подчеркивали примерно бы вот такой характер запутал наверное вас но потом уже в процессе повествования люблю говорить бы поймете такие знаете широкие и с атмосферкой наушники вот так приятно красиво лежат эти наушники вот так вынимаются простой достаточно но очень приятный коробочек классная упаковка вроде бы как и минималистически так вот но и вроде бы как вот приятно смотрите как это дело выглядит вообще необычно какие-то такие вот обрезанные вставные наушники видите ну два компенсационных отверстия вот так вот они почти рядом находятся большие обозначения чтобы долго не искать правого левого наушника еще прям вот обозначение вот здесь вот тоже такие немаленькие вот под ровный скажем так под ровное соединение под ровный пин с выступом я носил с выступом сейчас я все это дело покажу меня это абсолютно не смутило в принципе нормально а вот еще что интересное вот такие вот сплюснутые звуководы как бы для удобства ношения я не могу сказать что это прям удобно но я усадил это в свои уши вот вроде как нормально вроде как интересно но амбушюры довольно таки обычные видите то есть они несколько есть вот такие вот сплюснутые амбушюрки нет здесь стандартные амбушюры но они нормально садятся на вот эти вот сплюснутые звуководы овальные эллипс эллипсовые эллипсовидные как-то так ну честно необычно сидит ну сидит нормально в ушах усадить можно там если будет постараться подобрать амбушюры вообще просто великолепно так просто нормально сидят усадить можно четко сейчас 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 к этому подойдем не буду доставать два комплекта с вот этими что надеты получаются уже изначально два комплекта вот таких вот силиконовых амбушюрку они вполне нормальный вполне с ними слушать можно хотя бы я буду рекомендовать другие поинтереснее сюда но и с этими проблем никаких нет парочка пеночек лежит для любителей этого дела я не сильный фанат но положили если вдруг кому надо опять-таки не приплюснутые но круглые ну ладно как бы какие положили вот такой вот мешочек как и в пандах был как и в тин хай фай п 1 макс из мешковинки такой приятный для для ношения наушников пара карточек у нас здесь что-то типа карты с техническими характеристиками ну хоть не этот не мануал с нарисованным как это не этим делом пользоваться как за уши надевать мы вот такая карточка соц сетями один хай фай еще вот как бы отметочка прохождения контроля качества вроде как их проверили перед отправкой ну вообще у меня к качеству там каким-то вот таким вещам нареканий никаких нет классные тут даже пакетики плотные хорошие я люблю когда вот эти пакетики не такие сопливые как в кз которые просто в руках разрываются вот кабель симпатичный смоточка уже не чисто белая а вот какая-то такая ближе к бежево-серой что ли но это хорошо ну то есть она не так грязь на ней видна будете вот эти белые смоточки нарядные ну она буквально за пару недель превратится нормального интенсивного использования превратится в какую-то просто чепуху смотрите кабель мягенький посеребренная медь приятненький действительно на нем тоже можно слушать там менять не обязательно это уже если сильно захочется еще чуть больше с них выдавить а с них можно будет с помощью амбушюры с помощью кабеля то есть как бы вытянуть чуть больше разрешения чуть больше качества еще чуть больше деталек но все равно вот он мягкий приятный вот все видно что проводника сюда ну как бы вроде не по он не особо толстый не какой-то там каната аудиофильский но проводника насыпали нормально не ни одна изоляция вот это вот прозрачная не ну то есть нормально хорошо симпатично вот это дело смотрится вот тут еще вот такой вот логотипчик тин хай фай на разветвитель повесили ну и бегунок стандартная бусинка ну как бы а что вы хотели я кстати люблю больше уже такие металлические то шайбочки металлические вот эти вот бегунки они как как-то поинтереснее бусинок даже ну вполне ничего себе такой капель но я бы рекомендовал конечно поиграться заменить если вам это интересно если вы это любитель скажем так этого дела я вот использовал вот такое вот чистое серебро от ксинж и вот расширение под увеличилась детальки стали в воздухо атмосферности все у всего этого добавилось чуть-чуток не то что прям рекордно но так вот как как качестве не стало и смотрите вот так это выглядит если использовать удлиненные пины но ребят платформу вернее для самих пина удлиненную в принципе и как бы и рычага это не добавляет ну на самом деле вот и вид нормальный и сидит тоже я никакого дискомфорта не получил я беру всегда такие потому что куча наушников с выемками совсем а мне надо чтобы кабеля были универсальные чтобы я мог послушать как бы с разными наушниками меня это интересно меня это прикалывает поэтому мой выбор все таки вот такие кабеля и это дело меня не смущает если вас будет смущать возьмите какой-нибудь кабель то есть есть точно такой же допустим заподлицо который будет и это тоже будет интересно ладно убрал родной покажу все-таки сама просится в кадр как 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 это должно быть но все равно видите как вот зазорка щелька остается потому что тоже небольшая площадочка даже вот на таких кабелях присутствует поэтому меня это дело не смущает если кого-то из вас будет смущать потому что это всего лишь условность как по мне наушники выдались уж больно такие интересные чтобы обращать на все эти условности внимание я использовал вот такие вот мандаринки все вы знаете да в принципе любимые насадки мои одни из а злыми ставил из-за этого вот звуковода потому что а злые ну чтобы не портить скажем так но какая штука прикольная вот я носил их вот эти вот две с чем-то недели они у меня прям вот так вот сплюснулись вот видите стали плоскими и приняли форму вот этих вот звуководов и так хорошо садилась в уши не глубоко не прямо глубоко они проникали в звуковой канал моих ушей но плотно и хорошо садились причем вот это вот посадка мы все привыкли к тому что там анатомические кастом и классно садятся удобно там шумоизоляция я вам скажу вот это вот посадка таких в принципе это как обычные наушники их можно и напрямую до будет усадить и спокойно слушать если кабель у вас есть без зауши на вам интересно прямая посадка но с такой вот заушной посадкой они сидят просто великолепно просто хорошо садятся не ездят нигде классно фиксируются за уши на как бы их держит ну нормально вот вообще нет мне лично не давила нигде не не дискомфорта бывает на наушниках нет здесь вот вообще и я понял как бы что я всегда вот мне только универсальный кастом я уже видел заранее эти наушники и думал брать не брать вот из-за одной своей форму вот этой вот сядут не сядут нет сели вот не хуже а даже где где-то еще интереснее чем универсальные кастом и это что хотелось вам сказать по техническим характеристикам и это ж у нас низкоомные наушники импеданс у этих наушников 9 он всего лишь вот я кстати на бтр 7 выслушивал шум там на балансе все-таки есть если с баланса очень в тихой комнате там что-то пытаться выслушать но есть какой-то вот шумок есть какой-то призвук ну я не рекомендую вам его услышать это знание потом может не дать спокойно прослушивать музыку на это я уже скажу в обзоре на бтр 7 понятное дело это я так просто к слову скажем так и там вот именно на низкоомных наушниках можно это все дело услышать чувствительность здесь 101 децибел вот плюс минус 3 децибела а импеданс 9 он но плюс минус 15 процентов 10 герц 20000 герц частотная характеристика ну и что еще вот вам сказать там в принципе я уже сказал что здесь динамику вот этот из 5 динамик 10 миллиметров квадратный 10 миллиметров на 10 миллиметров и здесь еще стоит кастомная арматурка как бы специальная какая-то от от тин хай фаев друзья ну и быстренько побалываемся нашими измерительными приборами батарейка немного севшая надеюсь все у нас получится смотрите 4 миллиметра в ширину грубо говоря до в длину 5 и 7 это без бортика с бортиком для удержания амбушюр 5 и 2 в ширину и в длину вообще 6 и 6 получается довольно таки как бы все широко ну и быстро надеюсь что у нас получится смотрите в диаметре получаем 16 миллиметров да да 16 11 16 грубо говоря вот где-то все это дело 16 3 то есть не совсем такие вот большие у нас наушники миниатюрные здесь все хорошо все вот эти вот насадочки садятся в принципе в принципе неплохо шумоизоляция достигается все остальное но я думаю что если сюда бы еще раз повторюсь что-то плоская специальная вот для таких звуководов было бы интереснее так давайте это дело взвесим смотрите без амбушюрки весят они 4 грамма с амбушюркой почти четыре с половиной ну и вот оба наушника получили вприн почти 99 грамм вот вот так вот все это дело у нас получилось давайте сейчас о звуке и обязательно сравним их и выдадим им место в нашем ценовом а топ рейтинге от любви до ненависти один шаг знаете такую пословицу здесь обратная ситуация я когда их получил проверил вставил ну начал проверять вставил в уши и блин какой-то ну какие-то они стеклянные какие-то они резки какие-то они будут вообще видать вот это вот вот здесь вот спайс космос не просто так написано как в вакууме такие какие-то сухие такие вроде даже запильные я немножечко даже так знаете вот подрастроился думаю ля ты опять не попал тут и так выбираешь эти модели для обзора то есть какие на какие снимать обзор очень придирчиво потому что как бы когда это делается за свои пять раз подумаешь что брать и думаю ну блин но друзья это тот случай когда прогрев решает я по обыкновению закинул на 12 часов прогрева на ночь это дело перед тем как прослушивать с утра стал начал слушать но уже лучше стало уже то есть как бы появились какие-то зачатки атмосферы какие-то в этом вот космосе появилась какой-то вот объем появился воздух и я такой думаю лет и вроде даже вы че они просто были был отвратительный думаю опять втулили какую-то непонятную арматуру которая опять не отыграла вы че и думаю ну блин и вот вот они уже норму ну как нормальный то есть вот получше начали становиться я думаю ну ладно послушал денек потом я живу так у меня так получалось что я их долго слушал вот больше двух недель потому что это происходило с паузами то есть потом у меня не получалось послушать через пару дней их беру опять начинаю слушать и так вот как бы опа а вы че еще как бы краше становятся и обычно вы че арматура она не прогревается но это в принципе такие известные всем довольно вещи в 95 если не в 98 процентах случаях до арматура в принципе не греется но это тот случай где прогрев помог в че то ли арматура за вы че не отвечатьech тяль арматура прогрелась я ну понятно что она здесь за вы че отвечает все это я так утрировал и стало одну стало очень приятно то есть очень хорошо звучами стали сверх яркими какими-то прорисованными какими-тоoppерение каким-то прорисованными а какими-то вы знаете такие с ярчинкой прямо вот такие яркие красивые блестящие у них как бы и остался такой вот какой-то металлический звук, но они стали правильнее, в них ушел какой-то мусор, в них ушла какая-то грязь, все стало четко. Опять-таки, ну не совсем бы я рекомендовал сверхагрессивный металл к этим наушникам или эти наушники к сверхагрессивному металлу. Сюда все-таки нужна такая музычка под атмосферней, с зачатками атмосферы. Ну ладно, давайте я сейчас по-подробному, скажем так, пройдемся по всей линии АЧХ, расскажу, как инструменты звучат, и вы сами поймете, какая музыка больше подойдет к этим наушникам. Ну лично для вас, из вашей фанатеки, из вашей медиатеки. Наушники однозначно светлые, наушники однозначно играют в ширину, вот, но в них всего как бы понемногу, в них и музыкальность есть, и объем присутствует, это все уже после прогрева, так вот, если что, имейте в виду, сразу они могут показаться, ну действительно рисковатыми. Вот, в них есть какая-то вот мелодика, какие-то переливы, какая-то вот музыкальность легкая, нету здесь какой-то темноты, теплоты, вот этих вот вещей здесь нету. На низких частотах есть легенькое такое вот присутствие саб-части, ну это я сейчас вот говорю за какие-то там сложные жанры, где ее не так легко услышать. Если мы будем говорить о электронной музыке, то она здесь будет прослушиваться, будет как бы немножечко уводить вас на глубину. Это не резко, это немного, это вот плавно уводящая на глубину саб-часть, она все-таки есть. Есть какой-то вот объем, вот он после прогрева появляется. Объемы слышно, как вот вибрации звука расходятся от инструментов, от барабанов там, от каких-то там-тамов, от вот этих вот больших африканских барабанов, вот на них очень хорошо слышно, то прям вот звуковая волна такая идет. Бас не размазанный, не смазанный, вроде вот как все в такие волны оформлено, звуковые, вот, но нету никаких смазанных, размазанных, есть четкие контуры, он как бы чуть-чуть шире среднего, вот, не сильно много там где-то, ну, но шире среднего, вот, не залазит на середину, не затмевает собой ничего, вот он хорошо находится на своем месте, вот. Его вот эта вот фишечка такая, что ты прямо вот в объем попадаешь, что он прямо вот такой 3D, это добавляет атмосферы всей подачи этим наушникам. Я, кстати, вот еще так хотел, хотел вам показать, может быть, будет видно, может быть, не сильно, но сидят, вот они прикольно в ушах, вот, действительно уматно, и вот эта вот штука, носик, ножка делает вот такую вот дугу, которая абсолютно вот здесь нигде не давит на хрящик уха, все как бы комфортно и четко. И опять-таки мне вот эти удлинения, которые я вам только что показывал в распаковке, не мешают. Вот, отступил слегонца, очень хотел просто это показать, действительно, вот. И возвращаемся к низким частотам, удар в бас-бочку, он прямо вот так вот разносит звук, вот слышно, как волнами все расходится, вот слышно глубина удара, сила удара присутствует, слышно, знаете, не сверху телесный такой, такой с плотной насыщенности нет, все-таки это светлый бас, светлый, техничный, вот, но вот такое вот тело барабана, оно тоже ощущается, вот, уводит этот бас хорошо так на глубину, тоже вот из-за того, что он такой объемный, атмосферный, то есть он хорошо, с хорошим уходом, больше среднего с уходом на глубину, я бы сказал, не на много, ну, вот, вот ощущается, что глубина все равно больше средней, то есть туда вот в глубину, вот. Технично, по малым барабанам удары, все классно, все в палочка от палочки, куда конкретно попало в барабан, ну, можно, как бы, если заморочиться, в хорошей записи сидеть, выслушивать, будешь понимать, там, край, середина барабана, лево, право, там, низ, вверх, вот эти вот все вещи, ну, вот так, чтобы прямо это вот, ну, тебе захватило контроль и все внимание твое, нет, так тоже не будет, все это слышно, все это классно, ну, за счет, как бы, атмосферности и глубины ты слышишь это все в комплексе, такой, знаете, некий 3D эффект, ну, я не люблю вообще 3D эффекты в наушниках, потому что это по-любому выглядит не натурально, не естественно, это натуральный эффект, но здесь вот, как бы, вот эффект вот этого объема и атмосферы, вот, вот, вот так будет правильнее, вот классно сделать, он тебя прямо погружает, и получается, что ты внутри, с этого вот звукового полотна, внутри композиции, особенно по низким частотам, вот ты там находишься, ты это все понимаешь, ну, классно, довольно-таки грамотно все это сделано, вообще, мне нравится то, что делает вот этот вот вот динамик, СПД его возможности, единственное, что вот как-то его особо доводят, то ли он не может, то ли, как бы, то ли еще не могут так настроить, всегда, вот, как бы, пытаются втулить вот эту вспомогательную арматурку, только в Селест Пандемон не было, вот, там вот чистый этот динамик, ну, там как-то все, вот, играет в таком более теплом, более в музыкальном плане, более какие-то обволакивающие низкие частоты, вот, на таком, на темном фоне, а везде, где светлый фон, везде ставят эту арматурку, и подходим к мид-басу, вот здесь это, вот как-то особый акцент, что ли, стоит на мид-составляющей, здесь классно, там, слушать контрабас, там, музыка, ну, да, вот бас-гитары тоже в каких-нибудь металлических жанрах, здесь вот хорошо, прям на них акцент, обычно-то как-то мимо внимания, то есть, ну, в хороших техничных, там, светлых наушниках, да, басуха, она слышна, но вот здесь вот прямо как вот она вот так вот, она не то, чтобы подчеркнута, она тебе вот так вот подведена, чтобы ты обратил на нее внимание, на, посмотри, как я играю, на, посмотри, вот, как я могу, ага, ты раньше там на меня не особо внимания обращал, а вот сейчас вот будешь обращать, она вот так вот расходится в ширину, но как-то это без жира, знаете, без вот этого вот лишнего холестеринового дребезжания, вот, нет, она так вот и расходится в ширину, есть такая вот легкая вот, ну, легкое ощущение вот этого вот смаза, ну, дребезжания, знаете, это унизить, как бы, достоинство этих наушников, будет сказать, ну, вот легенький такой вот смаз присутствует, который приносит как раз еще больше атмосферности, который дает тело бас-гитары, контрабас, ну, вот, более натурально звучит, бас-гитара, она, конечно, уходит вот в легкое такое вот, знаете, ну, то есть, и расширяет, и вот этот вот такой вот момент, ну, там, резонанс, диссонанс, правильно бы вот просто выразить, что она немножечко шире играет, вот, чем как бы ей положено, и это несет за собой какой-то вот такой легкий отзвук, и, ну, может быть, сначала это становится непривычно, но потом, когда ты послушаешь, там, ну, денек хотя бы, когда ты поймешь, тебе становится интересно, тебе хочется слушать композиции, именно хочется слушать эту бас-гитару, потому что раньше ты столько внимания, ну, не уделял, вот, ну, еще раз вернусь к контрабасу, на том же примере музыка, ну, да, вот, вот очень, так вот, он натурально, он вроде и широко звучит, и объемно, но вот такого вот смаза, как у басухи, у него нету, то есть, вот он как-то вот приятно, ну, все же, как бы, акустический натуральный инструмент, то есть, не электрический, я имею в виду, вот он как-то правильнее больше звучит на этой части, вот из-за одних, вот из-за одного вот такого вот битбаса интересного уже стоит, как бы, послушать эти наушники, я не говорю за покупать, а покупать стоит или не стоит, вы решите себе сами, я просто хочу описать, как они звучат и какие эмоции я от них получил. Смотрите, гитары, бас, ритм, соло, они тоже вот такие вот, немножечко больше расходятся в ширину, немножечко больше, вот, как бы, чуть-чуть вот чувствуется вот эта вот растянутость, но, опять-таки, это не портит общей композиции, и это слышно только вот на металле, только вот, как бы, особое, то есть, внимание ты там уделяешь только в таких вот быстрых, агрессивных жанрах, потому что ты привык там ощущать гитару чуть-чуть строже, чуть-чуть резче, чуть-чуть вот, как бы, более информативно, чуть-чуть вот, как бы, более, скажем так, точнее. Точнее, здесь вот она не настолько вот точна, ну, это там процентов на 5, на 7, не более, но есть вот такой вот, вот этот вот такой флер, налет этой музыкальности, и, блин, это, это действительно интересно. Но, опять-таки, это не наушники для металлической музыки, вот, честно. Тем, кому нужна четкость, точность, все вот это вот, ну, лучше взять те же самые TIN Hi-Fi P1 Max, панды, вот, вот, там вот все это будет, то есть, наушники эти стоят 80 долларов, те 100. Эти наушники такие, знаете, которые приносят в холодную, в холодную вакуум космоса атмосферу. Вот, как вот, примерно она зарождается. Не когда ты на резкой скорости туда опускаешься на каком-то космическом летательном аппарате, а когда вот она вот, как вот идет зарождение атмосферы на планете, когда упал, да, там, метеорит с ледником, все начало испаряться, и начала вот образовываться атмосфера, вот, как вот такие вот ощущения я получил интересные от этих наушников. Детальность на гитарах тоже присутствует, и струну слышно от струны, и перебор, но она как-то вот не акцентированная, не резкая, не вот, хотя вот, ну, сами гитары звучат немножечко резковато, но вот это вот расширение их, некий такой легенький музыкальный смаз, он убирает чуть-чуть от этой техничности. Вот, но приносит, я же говорю, такой вот флор музыкальности, легкий музыкальный налетик. Вокал. Вокал звучит как надо, без лишних акцентов, без лишних вот каких-то вот там цы, цы, вот этого всего нету. Звучит достаточно натурально, что мужской, что женский, все как бы хорошо отыгрывается, все натурально. Он, знаете, можно сказать, на неком таком легком интимном приближении, вот, но не чересчур близко, вот, и, ну, то есть, это приятно, это вот классно слушать. Вообще все наушники, ой, все наушники, вся, вся подача этих наушников, она как бы немножечко к вам приближена. Бас вас прямо вот так вот вот в себя обволакивает, и ты прям там находишься. Тут же тебе играют гитары, которые как бы дают тебе вот этой вот музыкальности, и это все на светлом, на чисто светлом вот таком вот фоне. Как бы есть и техничность, но это не главное, как бы то, ну, то есть, не главная сторона этих наушников техничность. Главное то, что она не теряется, а есть еще и вот такая какая-то некая музыкальность. О, так что с вокалом здесь действительно все в порядке. Высоко может зазвучать высокий вокал, то есть, в меру, в ширину, не сверх широко, не прям вот так вот не вывернется, не разложится низкий вокал, но в меру, в ширину он будет играть, без лишних акцентов, без лишних разложений на атомы. Вот, но достаточно классно, достаточно чувствительно, достаточно проникновенно. Опять-таки, как будто бы тебе вот в низкий вокал, вот он немножечко в себя будет погружать. Вот, высокий будет передавать эмоцию, будет передавать настроение, будет стараться зацепить вас за глубины души. Но, опять-таки, слишком резко, они немножечко резковаты, но слишком резко они не играют. За счет вот этих вот смазов, за счет вот этих вот расшив... Ну, то есть, более широких звучаний, послезвучий, устроенных инструментов, это все выглядит как бы еще и как бы вот так вот музыкально на светлом фоне. Технично и хорошо играют перкуссионные инструменты, между ними есть расстояние, они четкие, слышны, у них есть затухания, чувствуется как бы их тело, чувствуется, что они насыщенные, но, опять-таки, без переборов, просто вот чувствуется, что насыщенные, без... нет такого, знаете, чрезмерного насыщения. Просто вот инструмент, он абазать начин, и вот такое вот там плотненькое насыщение, все как бы хорошо, затухание у них тоже присутствует, не сверх это все как бы рекордно, но очень-очень хорошо для цены в 80 долларов, вообще, я считаю, как бы замечательно и великолепно. И вот подходим к краеугольному камню, подходим к ВЧ, да, там, где обычно сыпятся все вот эти вот СПД динамики, и я уже говорил, что до прогрева это был здравствуй, ужас, я кошмар, и это слушать я не хотел. Вот так вот. После того, как все это дело прогрелось, ушла каша, ушла мешанина, на любых других жанрах, кроме металла, вы вообще не почувствуете никаких вот этих вот, может быть, там, дискомфортных ноток. На металле чуть-то, чуток дискомфорта оставляя, осталось за счет того, что, знаете, они не яркие, у них образы не крупные, они такие вот металлические, больше это напоминает. Вот, ну, как вот они выглядят. Вот, вот, знаете, такую вот жесткую фольгу, жесткий металл, металл, который вот начинает шелестеть, у него вроде как бы и есть свой образ, есть свой внешний вид, это не расплывается, не раз это самое, но вот какой-то яркости, эффектности все же как бы чуть-чуть на ВЧ не хватает. Я люблю более яркие, более такие вот агрессивные, не агрессивные, более образные ВЧ. Здесь они чуть-чуть, чуток вот сероватый, чуток вот так вот в металлический вот этот вот окрас уходит. Но это, я говорю, это на металле, ребята. Они находятся на среднем отдалении, так, чтобы это не резало, но как бы вот на металле вот это шелестение все-таки чуть-чуть, чуть-чуть нет. Все остальные жанры великолепно. И блюз, и джаз, и там где это, ну, то есть нету такого акцента, нету постоянного лупашего в тарелочке, и нету вот этого вот такого, смотри, приятно, хорошо, кайфово это там звучит. Вот. Ну, вот такое, в принципе, резюме. И вроде все сказал. Я по ВЧ еще мог бы тут долго, долго разговаривать, но я думаю, все и так ясно и понятно, что я хотел передать. Наушники очень, очень интересные, очень любопытные, очень самобытные, атмосферные, скажем так. И такое редко встретишь в светлых наушниках, так, чтобы тебя это еще как-то обволакивало и затягивало во внутрь полотна. По планам это тоже строят хорошо. Они и в ширину, в шире среднего, и построение по планам довольно классное. То есть ты понимаешь, как перед тобой расставлены инструменты. И понимаешь, что бэк-вокалист вот споет для тебя специально чуть-чуть правее или левее фронтмена там, или фронт-дрегиол. И, ну, то есть, как бы это у тебя вот так вот классно. То есть все расставлено в пространстве. Все это есть. Ну, чуть-чуть бы ярче ВЧ, это вот была бы моя просьба. И тогда бы было вообще круто. Ну и так, на самом деле, получилось очень-очень хорошо. Для сверхбыстрого агрессивного металла единственное, что, ну, может быть, ВЧ, конечно, чуть-чуть не доработаны. Вот так вот. Ну что, давайте сейчас я еще это дело сравню с несколькими наушниками, так как не будет, да, у них сравнения в лоб с какой-то моделью. Просто я потом соберу все вместе модельки на этом динамике, и мы поговорим о них в комплексе. По крайней мере, я вам могу сказать, из всех вот этих вот моделей на SPD динамике, эта модель мне понравилась больше всего. Вот действительно мне понравилась, и действительно я от нее кайфовал. Давайте мы сравниваем. Ребята, из того, что я слушал и было у меня на обзорах, я выявил таких двух ближайших конкурентов по звучанию, но по цене немножечко вот дороже. Стоят больше 100 долларов Кенера и Дун, и около 100 долларов стоит Шанлинг МЕ80, да? Ну, это я так примерно на вскидочку. Эти стоят 80. Вот, но в принципе они уже могут бодаться, но разница между ними есть. И разница в том, допустим, вот что Шанлинг МЕ80 более техничные, более четкие, у них более красивые в ВЧ, более вот ярче, как я люблю, с более такими красивыми шлейфами и с затуханиями. Вот. И Дун от Кенеры звучат тоже, знаете, вот так вот тоньше, утонченней, изящней, но нет вот такой вот атмосферы. Ни у этих, ни у других наушников. Они звучат правильнее. Вот как бы действительно правильнее, действительно четче, поэтому они остаются на своих местах. И Дун остается на 11, этот Шанлинг остается на 12 месте. Вот. Но сразу вот 13 место я отдаю Тин Хай Фай Си Пятым. Вот. Потому что у них есть какая атмосфера. То есть на фоне этих наушников они самые такие атмосферные, самые проникновенные. Да, чуть-чуть в ВЧ не дотягивают. Ни до одних, ни до других. Да, вот этой вот чуть-чуть меньше техничности. Но вот эти вот две пары наушников, и Дун, и МЕ80, они звучат в ширину, в техничность, как бы в правильную передачу, в такой, знаете, вот близко около мониторность. Вот. А здесь же есть какой-то вот такой флеры, налет музыкальности, как я уже неоднократно говорил. И этим выделяется эта моделька. Если вы хотите светлую, но с какой-то вот такой вот глубинкой, с музыкальностью, с атмосферой, то вам все-таки вот к Ц5. Если вам нужны техничные варианты, то вам уже вот стоит смотреть сюда. Вот. Поэтому, ну, Fio FD3, там, ну, как по мне, так это баспушка, и там низких частот вообще как бы очень много. У меня даже голова от них побаливала, когда я их прослушивал. Особенно на низкочастотных фильтрах, которые как раз еще и добавляют в конче. Вот. Поэтому на мой вот личный вкус вот 100% вот эти вот Ц5 обходят Fio FD3, и я бы лучше бы остался с ними. Но это вот четко мой вкус и рейтинг. Как бы я стараюсь с ним быть объективным, но все-таки мои вкусовые предпочтения дают о себе знать в любом случае. Вот так вот, вот так вот я расставил места. Ну, на V6 я сравнивал все это дело. Вот. И серебряный вот кабель от XINCH. Вот такой посеребренный 24-жильный от XINCH использовал для ME80 с державшим MCX коннекторы. Вот как бы такие. И все на мандаринках это дело происходило. Все. А теперь наш новый технический эксперт. Старого очень-очень жалко, но новый тоже нам приносит радость и счастье. Он еще, конечно, у нас мал, зелен и ну, не совсем музыкально образован, но все приходит с опытом. Короче, смотрим. Ну что, друзья, вот он наш новый герой, о ком писали все газеты. Ну, этот ветер такой, что он сейчас перепробует все. И тиканут тоже. Это, кто знайте, у нас такое, это, он прямо туда нырнул. Ты чего? Я тебе тут ловить потом полночи должен буду поэтому. Хотя, видите, это вот тут вот что случилось на ручки хочешь иди наушники посмотри давай ты эксперт у нас или кто да вот тут тут кабелек молодец 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 до кабелек молодец глянь бежит бежит ему надо куда-то надо обязательно ему надо ну какую-то оценку он всему эту делу вынес непонятно только какую быстренько спеша его больше я интересую больше погладиться хочется по вот давай 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 кто там грызем так все молодой резкий как сетро буратино я вот тут уже под стол прижал молодец все друзья вот такой вот вышел ролик как всегда длинный простите извините но это блин плохо я не могу быстро делиться своими впечатлениями и спасибо вам большое что вы досмотрели до этого момента вот вот вы настоящий друг если вот сейчас вы слышите как я говорю вам от всего сердца до свидания всего самого доброго пока